Галыгинские пьяницы, остатки советской цивилизации, стихи о Петропавловске. Это все в сегодняшнем моем видеодневничке. Почему меня не было на уютном ютубчике около полугода? Да все потому, что зимою кровавый режим пустил в ход климатическое оружие и переломал мне ногу, сразу три кости. Три месяца я провел в гипсе, потом долго ковылял на костылях на трости и только сейчас начал прихрамовая ходить, но дело не в этом. Моя задача не пожаловаться на здоровье. Моя задача просто сказать, почему меня здесь не было, а не было потому, что я не хотел представать перед вами больным немощным старичком. Сейчас настала пора вернуться, продолжать вести свой видеодневничок уже не больным, уже достаточно здоровым и не совсем немощным старичком. Итак, сегодня три темы, о которых я буду говорить. Галыгинские пьяницы, Галыгины это бывшее, селение Большерецкого района, стихи о Петропавловске, стихотворение о Петропавловске и остатки советской цивилизации. Приступим к чтению старых газет. Полярная звезда, 1929 год, в седьмой день февраля, там была опубликована заметка, нет никакой заботушки. В 25 верстах от устья реки Галыгиной, пишет полярная звезда, живут исключительно камчедалы, которые ведут образ жизни по-старому. Когда подойдет рыбный сезон, они сплывают вниз ловить рыбу. Затем набирают у рыбопромышленников первую голову сахару и хмелю и уезжают домой, где начинают варить брагу. Забыв про все, начинают пьянствовать, до тех пор, пока уже не из чего варить брагу и остаются без пропитания себе, без корма собакам, без сена скота, хотя сено и косят, но уже по снегу. Были такие случаи, пишет газета «Полярная звезда», что, приехав с устья на ботах с некоторыми продуктами, боты с продуктами оставляют на берегу, и они стоят, пока их не унесет в море. Главный пьяница Игнатьев с женой, напившись, «Потом целую зиму стреляют корм». В этом же номере «Полярной звезды» 7 февраля 29 года, кстати, обратите внимание, какое совпадение, в день 7 февраля года нынешнего, то есть года 21, я сломал себе конечность. Но дело не в том, в этом самом номере «Полярной звезды» 7 февраля 29 года еще была опубликована статья о празднике рыбы в Нижнекамчатске. Нижнекамчатск – это селение в нынешнем усть-камчатском районе, селение, где находится самое старое на Камчатке православная церковь. Итак, читаем «Полярную звезду». Однажды в конце сентября в 12 часов дня почти все население, кто был дома, собрались на горе за селом около озера Красиковского. «С утра день был пасмурный», пишет «Полярная звезда», «но потом выглянуло солнышко и пригрело, как лето». Когда народу собралось много, местный учитель объяснил, зачем сегодня здесь собрались, и что по инициативе рыбаков устраивается праздник рыбы. Затем школьники дружно своими детскими звонкими голосами спели песню на мотив «Из-за острова навстречу» о реке Камчатке сочинение рыбака Богданова. Когда хор закончил песню, послышали с аплодисменты автору. Затем начались угощения папиросами, сладкой наливкой и чаем, а молодежь занимала музыкой. После угощения еще спета несколько песен и разошлись по домам с веселым настроением, а дети уносили с собой полные карманы с орехами и конфектами. Вот некоторые куплеты автора Богданова. «Издавна уж все мы видим каждый год твои дары, миллионы разной рыбы кормят нас до сей поры, вот чавыча прелесть, наше блюдо первое к весне, а за нее точно каша валит красная везде. Переполнились заливы, речки мелкие полны, и по самой реке долине на берегах лежат ее бугры. Ако рыбу принимает, по цене и всю берет, в складах двери открывает и награждает, кто идет». Примещение редакции «Полярной звезды». Инициатива крестьян селения Нижнекамчатска устроить бытовой праздник наподобие материковского дня урожая очень ценна. Этот день может быть использован для широкой пропаганды, законов и идей укрепления рыбного хозяйства. Желательно, чтобы все культработники деревни, избы, читальни и рики организовали такие же праздники в будущее лето и в других местах. Напоминаю, это была газета «Полярная звезда» за седьмой день февраля 29-го года века минувшего. Прежде чем мы заговорим об артефактах ушедшей советской цивилизации, послушаем стихотворение. Стихотворение русского поэта Виктора Бокова, очень известного во второй половине минувшего века, человека с трагической судьбою. Во время войны за неосторожное высказывание в письме к Борису Пастернаку он был отправлен в советский концлагерь, освобожден уже после отечественной войны, долго находился в ссылке, потом продолжил литературное творчество. Когда-то Виктор Боков побывал на Камчатке и итогом этого стал большой стихотворный цикл стихотворения Петра Павловска. Я не зря читаю это стихотворение, потому что оно послужит как бы прологом к последней части моего сегодняшнего видео-дневничка, к части, посвященной советским артефактам. Итак, стихотворение Виктора Бокова Петропавловск. Город-бухта, город-сопка, город-сад, у тебя своя походка, твердый шаг, собирается Москва-столица спать, ты уж выспался. Тебе команда встать, выйти в море, выйти в горы, выйти в цех. Дел найдется в Петропавловске для всех. Мореходка марширует на плацу, без козырки Петропавловску к лицу. Каждым бревнышком и каждую доской этот город мореход и волк морской. Вот беда, что часто землю здесь трясет, пусть трясет, а Петропавловск все растет. Над широкой овачинской губой город ширится, хорош, пригож собой. Волны бьют в береговой его гранит, пурги хлещут, дождь сечет, а он стоит. И понятно это все само собой, потому что Петропавловск часовой из Москвы к нему теперь рукой подать. Сел на ту, поел два раза и слезать. Это точно. А Петропавловск все растет, написал Виктор Буков. Кстати, это стихотворение вошло в антологию стихи о Камчатке, которая сейчас в эти дни печатается. В типографии издательства Камчат Пресс эту антологию мы с женой составляли почти два десятка лет, и в середине августа тираж все-таки выйдет в свет. Итак, Виктор Буков, а Петропавловск все растет. И теперь мы переходим к советским артефактам. Виктор Буков, а Петропавловск все растет. И теперь мы переходим к советским артефактам. Район десятого километра, наверное, старожилы Петропавловска помнят, здание спортзала Камчатского домостроительного комбината. На торце этого спортзала когда-то была мозаика. Потом много-много лет она была закрыта различного рода рекламными счетами. И вот недавно эта мозаика вновь предстала перед глазами зрителей, горожан, гостей столицы Камчатского края. Посмотрите, вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Домостроительный комбинат застроил добрую половину города. Микрорайоны с 10-го километра до 4-го километра, горизонты, львиная доля южной части города. Да всё это построено домостроительным комбинатом. Вот мы полюбовались мозаикой. А теперь единственным циклопическим взглядом летучего фотоаппарата мы взглянем на одно из последних произведений домостроительного комбината. На первую 16-этажку краевого центра, расположенную в районе Сухарного. Эта самая 16-этажка началась в конце 80-х годов и закончена была, по-моему, в 92-м или даже 93-м годах. За нею мы видим здание УВД, построенное в конце 80-х вобще, а потом домостроительный комбинат ДСК прекратил своё существование. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...